Два удара Раз, два, раз, два, раз, два Если примешивается раз, два, то это уже ход неправильный Американец, француз и русский выносят передние ноги вот так прямо Они бегут на дорожке Орловец поднимает ногу, выпрямляет ее в воздухе и опускает ее И поэтому все породы бегут, орловский плывет над дорожкой Приручив лошадь, человек приобрел скорость, силу, облегчил и украсил свой быт Лошадь символизирует свободу, благородство, богатство, власть Восхищение и любовь к этому удивительному животному сохраняются и по сей день в жизни города Это здание ипподрома было построено в 50-х годах прошлого столетия Под руководством академика Ивана Владиславовича Желтовского На месте здания, которое сгорело в 50-х годах А построено было к 1900 году архитекторами Борютиным и Кувагином Трибуны были сделаны по рисункам академика Романа Клейна Портик напоминает обычные портики, которые строились в 19 веке после пожара Москвы 12 года Обычно мы сравним с портиком Большого театра как с самым известным портиком Наш портик в полтора раза больше портика Большого театра Но само пространство очень большое, Аттика Во-первых, внизу проходит барельеф Изображение испытаний расистых лошадей Это фриз, который опоясывает весь портик Подобные фризы к нам пришли из Древней Греции Наверху Аттика два барельефа Если смотреть отсюда, то с правой стороны горельеф, который изображает сцену испытания скоковой лошади Слева – расистой лошади Перед горельефами находятся полуколонны Они не закрывают эти горельефы Они, наоборот, заставляют присмотреться, что находится за этими колоннами По четырем углам нашего здания стоят четыре лошади Давайте вспомним Древний Кремль 1491 год В этом году была построена башня, которую вы знаете как Спасскую Слава начала называлась далеко не Спасской, а Фроловской башней В честь храма Фролы и Лавра, покровителей лошадей Храм этот стоял около этой башни Ну а раз она фроловская, то, естественно, просятся лошади на эту башню Действительно, на этой башне было два горельефа Выполненные Дмитрием Ермолиным Кто такой Дмитрий Ермолин, сказать очень сложно Дело все в том, что это, видимо, был какой-то предприниматель Потому что он оплатил этих двух лошадей На посады смотрел всадник, имя которого знает каждый москвич Георгий Победоносец Наш герб пришел с Фроловской башни с 1491 года Вот столько лет нашему гербу Ну а в сторону Кремля смотрел Дмитрий Сегунский Вот посмотрите, на нашей башенке тоже два всадника Всадник, который налево, он сидит на тяжелой европейской лошади И одет европейскую одежду С правой стороны сидит на легкой лошади Это легкая лошадь, которая в то время называлась аргамаками Аргамаки появились в нашей стране в 1478 году Сейчас эта порода называется Ахалтыкинская Одет он в русскую одежду Ну и само по себе просятся имена этих всадников Тот, что сидит на легкой лошади Это Георгий Победоносец Это наш всадник Всадник, сидящий на тяжелой лошади Это европейский всадник Дмитрий Селунский По-моему, это очень правильно Третий ярус Гладкая поверхность Легкий бельведер из колонн ионического ордера Высокий шпиль, который венчает Флюгер Но это не совсем Флюгер Это изображение красивейшего жеребца Орловской верховой породы 19 века Кличка этого жеребца Ашома У него на крупе выбиты синие цифры на первом ярусе 1834 Год открытия первого расистого ипподрома мира Московского ипподрома До Московского ипподрома ипподромы были только скаковые А наш ипподром открывается для испытания Первой расистой породы мира Орловского рысака Орловское верховое Орловский рысак Обе эти породы названы не в честь города Орла А в честь их создателя Графа Алексея Григорьевича Орлова Вот изображение тройки того времени Все три лошади идут галопом Удобно это для передвижения или нет Лошади скачут Экипаж за ними скачет Человек, сидящий в этом экипаже, прыгает Пропрыгал 60 километров Ну и нужно что-то менять Потому что до смены центральной лошади коренника Тот же самый Радищев ехал из Петербурга до Москвы больше десяти дней Вот по этой причине А не потому что не было лошадей Емщики были особым сословием в нашей стране Они не платили никаких податей Работа тяжелая, работа страшная, трудная Но русский человек не боится подобных вещей Емщиков было достаточно Лошади были собственные И знаешь, что лошадей хватало А Пушкин, который ехал по той же дороге В таком же экипаже Пишет, добрался я из Петербурга до Москвы За сорок восемь часов Есть разница? В конце восемнадцатого века Когда у нас на престол поднялась Екатерина Будущее Великое Очень бурно начинает развиваться промышленность Значит, появляется конкуренция И ездить по месяцу от места, где расположены наши основные заводы То есть на Урале, до Москвы и до Петербурга Уже люди не могут Ну почему, собственно говоря, Орлов? Да потому что конный завод Орлова был в Симбирской губернии Кроме того, вы помните о заговоре против Петра Третьего В котором не последнюю роль играли братья Орловы Григорий и Алексей Именно Алексей отправляется за Екатериной Второй в Петергоф Чтобы привезти ее в Петербург Он берет лучших лошадей в Петергофе Расстояние порядка сорока километров сейчас Тогда было, естественно, побольше И эти лошади прошли половину расстояния и встали Это были лучшие дворцовые лошади Наш академик Владимир Раскарович Вит В своей книге из истории русского коннозаводства Приводит этот пример как исторический анекдот И в то же время говорит о том, что это была последней каплей Которой заставила Орлова, любителя лошадей И хозяина завода, одного из хозяев завода Задуматься о создании транспортной лошади для нашей страны В то время рысистых пород лошадей вообще в мире не существовало Таковых не было Но были отдельные лошади, которые способны были пройти какое-то расстояние рысью Больше всего этих лошадей было среди серых голландских лошадей Вторая порода, датская порода лошадей Королевский конный завод На этих лошадях ездит вся аристократия Европы Но эти лошади обе имеют хотя бы не столькую, но все-таки рысь И послужить основой рысистой породы лошадей они могут Орлов селекционировал своих лошадей по 12 признакам Все, что мы делаем в своей стране впервые, заново, не копируем откуда-то за границу, имеет одно постоянное качество Красота Мы не можем жить без красивых вещей Вся наше народное творчество – это истории красоты нашей страны И орлов 12 признакам назначает красоту Получить выносливость и красоту он может только от одной породы лошадей – арабской породы Это самая выносливая порода мира до сих пор и самая красивая порода Если он западных лошадей спокойно покупает, арабы стоят в конюшнях мусульман Суриат запрещает продажу геурам священной лошади Как получить эту лошадь? Орлов ее получает вот таким образом Знаменитая Чесма В этом бою был сожжен весь турецкий флот Какое, наверное, отношение к Алексею Григорьевичу? Да дело все в том, что во время этой русско-турецкой войны Мы могли победить Турцию, только разбив ее флот в Средиземном море У нас не было ничего И по идее двух братьев Орловых, Алексея и Федора Наш Балтийский флот огибает Европу, входит в Средиземное море И там встречается с турецким флотом, который был в несколько раз больше нашего флота по численности Первый бой при Хиосе Сжигают флагон турецкий И будут и наши три святители на флагман А еще до боя Алексей Григорьевич узнает, что на флагмане турецкого корабля Находится семья одного из крупнейших сановников турецких Гасана Паши И он просит наших моряков спасти во время пожара Флагмана турецкого эту семью Семья спасена, перевезена на наши корабли Ну а затем сжигается турецкий флот И начинаются мирные переговоры Орлов отдает Гасану Паши его семью И тот потрясен рыцарским поступком Орлова И нарушает законы шариата Открывает перед ним конюшня Так, ты че изображаешь-то, друг любезный? Как не станет на ход? Мы находимся в пяти километрах от Кремля Потому что мы никогда, никуда не переезжали Первые скачки проходили на калачке То есть каждый участник ставил калач на стол в качестве залога И все калачи получали Та лошадь, вернее, хозяин той лошади, которая выиграла эту скачку Ну что делать с этими калачами? А в Англии вручали победителям королевские блюда, серебряные блюда И вот мы, по примеру, Англии начинаем вручать с 1794 года серебряные бокалы В 1796 году у нас вводятся правила испытаний скаковых лошадей Правила очень мало изменились с тех пор Мы очень консервативная нация, коневоды Мы не любим больших изменений Вот так вот Совершенствовались дорожки, совершенствовались лошади Улучшали свою работу наездники Приблизительно к 1888 году Ипподром приобретает практически такой вид, как и сейчас Вот эти три расистые дорожки Самая большая красота этого ипподрома были пивилы, вошь и трибу Они были деревянные, резные, повторяющие узоры вологодских кружев И к нам привозят американских рысаков Разница в этих двух породах Орловский рысак создавался как транспортная порода Не как ипподромная, а как транспортная Это был социальный заказ времен Екатерины Американский рысак с самого начала создавался как ипподромная лошадь Если орлов селекционирует орловского рысака по 12 признакам Что очень сложно и очень медленно каждый признак улучшается То американский рысак всю свою жизнь селекционировался по одному признаку Первый у финишного столба Поэтому, естественно, выиграют американцы И наши конозаводчики начинают метизировать орловского рысака американским рысаком Появляются метисы Они бегут тише американцев, но резвее орловцев И к концу 19-го столетия, начало 20-го Над орловской породой нависла угроза уничтожения Появились машины, железные дороги Тройки транспортные уже были не нужны А самое основное, так сказать, был в этот момент Как эти лошади бегут И вот крупнейший наш конозаводчик, гениальный селекционер Яков Иванович Бутович собирает беговые общества Московское и Петербургское И ставит один вопрос в повестку дня Орловцы должны бежать отдельно от американцев и метисов Таких заездов должно быть на каждом ипподроме не менее 50 И то, и другое общество проголосовало за это предложение Николай II подписывает И орловцы побежали отдельно от метисов и американцев Так была сохранена орловская расистая порода Наше достояние, национальное достояние Наша жемчужина В начале 20 века 17-й год Прекращается завоз американцев Ну, а метисы бегут тише американцев Как можно как-то испытывать вместе с орловцами А к 1947 году из метисов уже сформировалась русская расистая порода лошадей Ну вот, наступают 90-е годы Границы открываются И к нам снова вагонами повезли американцев Дан старт Итак, дан старт вступительного приза Лучшие лошади Лучшие лошади старшего возраста И бегут они опять все три породы вместе Естественно, орловцы проигрывают И опять нависла над ними угроза уничтожения А это национальное достояние И на этот раз три женщины Доктор сельскохозяйственных наук Профессор Гаяна Александровна Рождественская Ее ученица Кандидат в сельскохозяйственных наук Доцент Галина Владимировна Калинкина И легенда всего расистого спорта мира Кандидат в сельскохозяйственных наук Мастер-наездник Алла Михайловна Пулзунова Обращаются в наше правительство С просьбой Орловцы должны бежать отдельно Призовые должны быть на 30% выше Чем у спортивных расистых лошадей Что и подписывает наше правительство Так что с 96-го года прошлого столетия Орловцы бегут у нас отдельно Порода сохранена Орловская порода закрыта Для любого прилития посторонней крови Ни американцев, ни французов, ни чистокровных Мы больше не приливаем Орловская порода Разводится так же, как чистокровная Верховая и Арабская В чистоте уже несколько Ну лет пять, наверное, вот так вот Княгиня на четвертом пробег На третьем месте Переволхо На четвертом Княгиня Тут же Братск Четверть пройдена За 32,8 секунды Ну, пару слов, так сказать, о наших верховых лошадях Резвейшие породы чистокровные Чистокровные скачут всегда совершенно, так сказать, самостоятельно Самое крупное наше испытание Для всех конских пород лошадей Это дерби Стоимость входного билета в зрительскую часть сектора А, Б Площен обзором на дорожке вторичного ипогрома Европы 25 тысяч рублей Дерби – имя собственное Это лорд Стэнли Крафт Дерби Тогда, когда он женился, то в честь своей невесты В своем поместье Окс Он провел скачку для трехлетних кобылов Скачка эта всем очень понравилась Гостям этого праздника Но возник вопрос Для кобыл мы установили традиционный приз в три года А чем хуже жеребцы? Давайте сделаем подобный приз и для жеребцов Тоже трех лет На 2400 метров Ну, гостей было четное количество Поэтому проголосовали Голоса разделились пополам Дело все в том, что кандидатов на имя этого приза было двое Ну, как мы теперь говорим Лорд Дерби и Лорд Бенбери Ну, а тогда, когда в Англии все получается пополам То бросают серебряный северен Выиграл Лорд Дерби И с тех пор крупнейший приз для лошадей называется Дерби Ну, а Лорд Бенбери оказался тоже не в обиде Первый дербист был его заводом Даймон Дерби проходит на центральном ипподроме страны Даже в то время, когда Петербург был столицей Центральным ипподромом страны был московский Значит, для чистокровных верховых лошадей Для арабов во всем мире Дерби и Окс проводятся в возрасте трех лет В Соединенных Штатах Америки Американские рысаки бегут в Дерби в три года Во всем остальном мире все расистые породы лошадей Бегут в Дерби в четыре года В Дерби лошадь принимают участие один раз в жизни А Окс – это главный приз для кобыл Точно так же один возраст, один ипподром Кобылы один раз участвуют в Оксе Ну, Окс обычно имеет название, так сказать, какое-то для каждой страны Например, во Франции это приз Дианы-Окс У нас большой кобыли приз-Окс Ну и, конечно, Дерби у нас Ну, до 17-го года Дерби было Дерби А после этого мы стали называть Дерби Большой всесоюзный приз для российских лошадей четырех лет Ну, сейчас большой всероссийский приз для российских лошадей четырех лет Для орловцев разыгрывается отдельный четырехлетний приз Теми же самыми условиями Приз Барса Барс – это основатель российских пород лошадей Барс первый стал основателем орловской российской породы Сейчас нет ни одной орловской российской лошади, в которой не текла бы кровь Барса Наша гордость – лучшие достижения русской селекции Ничего лучшего мы за 300 лет после Алексея Григорьевича не создали Это наша жемчужина, которую надо охранять так же, как мы охраняем наш русский Барс А вот сейчас посмотрите, пожалуйста, вот третья лошадь, самая дальняя от нас, это французский рысак Тяжелая, грубая голова чемодана, но очень резвая Но привозят американцев, метизируют русскую породу Ну и, собственно говоря, за эти 20, за эти 30 лет, ну, потеряли практически русского рысака Вместо него завезли французского рысака Эта порода появилась в последней трети позапрошлого столетия, ну, как понимаете, во Франции В 1868 году в Кариже проходит всемирная выставка И на эту выставку впервые во Францию мы привозим орловских рысаков Во главе этой группы жеребец бедулу Очень резвый, очень правильно сложенный Надо показывать А как показать? С лошадьми приехали конюхи Наездника ни одного нету С собой нет и ни одних дорожек беговых Да и дорожки во Франции нет для бега лошадей Ну, в общем, находят на Винсенском шоссе местечко, где можно пробежать 3 километра Достаточно, так сказать, комфортно Самое интересное то, что на этом месте, где бегал бедуин Сейчас находится центральный Винсенский рысистый патрон Франции Значит, вместо дрожек берут легкий городской экипаж Ну, на козла надо посадить конюха, который ухаживает за этой лошадью Но другого-то нету Садись и поезжай Французы были потрясены красивейшим, резвым, плавным ходом бедуина Плюс ко всему, он был необыкновенно красив Они говорят о том, что русские привезли русское чудо, а не лошадь Ну, разговор доходит до бури Наполеона Он сам хочет увидеть эту лошадь, это русское чудо Снова тот участок Винсенского шоссе, городской экипаж, 3 километра, коник на козлах Что вы думаете, делают французы? На следующий год в нашей стране проходят конные выставки Тогда говорили, не конная, а конская выставка На эту выставку приезжает делегация Франции во главе с их президентом коннозаводства И после выставки увозят от нас 15 орловских шеребцов И начинают ими митизировать нормандских кобыл Тяжелых, крупных, грубых Вот отсюда и грубость французского руссака Так была заложена основа французской расистой породы лошадей Но сейчас российский коннозавод выставляет маркиз Дебелек У него есть завод, собственно, естественно В этом заводе есть гнездо кобылы по имени Эдесса А он ничего не напоминает это слово Эдесса О-бэ-с-а Абсолютно точно Гнездо, основанное орловской маткой И вот потеряв русского руссака, мы привозим к нам французов То есть у нас теперь на Ипподоме будут орловцы, американцы, французы Ну и жалкие остатки русской расистой породы В программах мы пишем русский рысак Понимаете, это высококровные американцы Слишком много там американских кровей Тогда, когда мы в Москве открывали Олимпийские игры в 80-м году То парад возглавлял Эдкар Вал Парад квадрик, греческих квадрик Которые были подготовлены Владимир Ивановичем Фоминым Нашим знаменитым мастером-наездником На весь мир известным наездником троек 484-й год до нашей эры Под городом Олимпия строится первый в Европе ипподром На котором проходят испытания квадрик Через 24 года на этом ипподроме открылись Олимпийские игры Испытание квадрик было любимым зрелищем древних элинов И поэтому квадриги входят в программу первых Олимпийских игр В 4-м веке до нашей эры На арке, из-под которой выезжают живые квадриги Появляется вот эта бронзовая квадрига работы скульптора Лиссипа Но в 1-м веке появляется христианство Пока оно очень слабенькое А тогда, когда в 323-м году в Константинополе На престол поднялся Константин Великий И христианство стало государственной религией Олимпийские игры прекратились Но теперь уже византийцы по-прежнему любят квадриги И квадриги переезжают из-под Олимпии в Константинополь В теперешнем Стамбуле сохранился древний ипподром Одна из улиц Стамбула называется ипподромная Вот вместе с живыми квадригами переехала и эта бронзовая квадрига Простояла она там до четвертых крестовых походов Во время которых венецианцы, которые так же, как и константинопольцы торговали Это всего два порта, пряностями Проходят через Константинополь И разрушают своего соперника Но бронзовая квадрига очень понравилась Они ее забирают к себе в Венецию Устанавливают на площади Святого Марка Венецию захватывает Наполеон Ему тоже нравится эта квадрига И он ее забирает в Париж на свою триумфальную арку Ну, а тогда, когда наши войска вошли в Париж в 1814 году без боя Александр объезжает в Париж и интересуется этой квадригой Откуда она здесь в Париже? Из Венеции Он возвращает эту квадригу в Венецию Ну, так сказать, подходит время И венецианцы понимают Что держать бронзу 4 века до нашей эры В современной Венеции под открытым небом нельзя Ее спускают в ней, ставят лошадей В музее Святого Марка Там, где уже стоял Фаэтон и сидел Возничий И вот именно в честь этой квадриги На нашем ипподроме в 1900 году появляются две квадриги Но сейчас стоит одна Вторая квадрига после пожара была разобрана Иваном Владиславовичем Четырех лошадей, стоящих на четырех углах нашего здания Все это делалось в честь этой квадриги Вот такова вот история нашего русистого ипподрома Пришин говорил о том, что те, которые любят лошадей С гробовой доской услышат ржание сокот копыт Это добрый наркотик Поработали с лошадью, вы никуда не выйдете от нее Это невозможно Это просто невозможно А я попробовала, я уходила На пятый год я сказала, хватит Я больше не могу Я больше не могу Пришла мой ипподром И для меня ипподром, на который я первый раз пришла 20 июня 60-го года, стал вторым домом Просто-напросто Вот уйти вот от этих Я не могу Я не сняться по ночам Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...